Чтобы запустить моделирование, мы заходим в опцию Analyze, Classify, Discriminant. Группирующие переменные — это и зависимые переменные, а независимые переменные — это наши предикторы. После того, как переменные перенесли слева направо, устанавливаем диапазон для зависимой переменной. Установить. Теперь рассмотрим, какие характеристики, какие опции надо выбрать для того, чтобы получить качественную модель. И чтобы иметь возможность оценить ее параметры, насколько она качественная. Во-первых, мы должны использовать Stepwise метод. Я рекомендую выбрать метод Wilkson. И при этом поменять уровень значимости для включения и исключения переменных. 49 тысячных слева и 50 тысячных справа. Левая величина должна быть меньше правой. Нажимаем Statistics. Здесь имеет смысл поставить все галочки слева и одну галочку справа, сверху. Это нам даст характеристики групп. У нас две группы. Это участвующие в профсоюзе и неучаствующие в профсоюзе. Так вот, средние характеристики групп по каждой из переменных независимых. Это нам покажет по каждой из переменных анолу или андуилкса. Это нам покажет, насколько различаются коэффициентные матрицы внутри нашей группы. Это нам покажет значение коэффициентов. И здесь мы задаем, что наши результаты будут опираться на работу с внутригрупповыми корреляциями. Заходим в Classify. Здесь выставляем две галочки слева. Они нам позволят посмотреть общие характеристики, общие параметры качества модели. И оставляем пока что опцию верхнюю, Within Groups. То есть мы предполагаем, что коэффициентные матрицы внутри групп равны. И если они не равны, то мы должны будем попробовать вот эту опцию. Если мы хотим получить в файле с данными некоторые характеристики резервы,